Ну, приехали из Риги группа верующих баптистов и рассказали, что они были в Барнауле и что они встретили там одного интересного человека. Этот человек очень глубоко верующий, он проповедует везде Евангелие, в поезде там, ну, я знаю, на улице или где там еще. Вот. И, ну, немного рассказали о квартире, что там, значит, у него такая квартира, там палати есть, и много людей приходят, и на палатах на этих, там они отдыхают, вот, и располагаются. Вот это он все рассказал. И мы когда услышали с Анной, ну, это уже вы слышали, я уже повторять не буду. Вот. Мы настолько заинтересовались, нам так было сильно дорого, что это не баптист. Если это баптист, так это понятно. Это для нас это не было чем-то особенным. Но это православный, и он этот православный, вдруг вот он верующий, и он Евангелие проповедует, и везде говорит, и все, вот и все. Это нам настолько было очень это ценно, мы просто не знаем, как. Вот. И я когда вставала с родителями молиться на вечернюю молитву или утреннюю, я всегда, я не знала ни имени, ничего, я только знала, что этот человек православный, который в Барнауле, вот я всегда за него молилась. Господи, благослови этого человека в Барнауле, вот, который такой верующийся. Я даже не могла подумать, что... Даже имени еще не знали. Не знала имени, нет, не знала. Но я даже не могла подумать, что когда-то придет время, когда этот человек меня направит на истинный путь. Даже и выясни, что я когда-то его увижу, и что никогда. А потом прошло время, Геннадий окончил институт и получил диплом. Его направили где-то в Адарскую область, дали ему направление. Он им не попользовался, ему не пришлось туда поехать. И в это время, как раз, вот он только, как раз в это время приехал из Америки Ирвин, который на Луну летал. Он на Луну летал, а вокруг Луны первый был. Ну, в общем, Ирвин приехал. И его сопровождал Иосиф и брат Василий Данилович, вот этого Ирвина. И они приехали сюда, в Одессу. А с Иосифом братом мы дружили, с Василием Даниловичем. Очень постоянно ездили к нему в Кировоград. Он жил в Кировограде, мы туда ездили, гости к нему. В общем, он был близкий нам, дорогой человек, Василий Данилович. И когда он приехал, так мы с ним, с Василием Даниловичем, мы уже отделенные были, мы уже не ходили на серого регистрированное собрание. Но ради того, что Ирвин приехал, так мы туда пошли вместе с Василием Даниловичем. Ну, видели мы этого Ирвина и видели. Он вот такую пачку фотографий привез, там Луна и по Луне, как, в общем, вот так. В общем, вот Анна эти фотографии взяла себе в сумку. И это было уже после вечернего богослужения там. И, в общем, Василий Данилович, мы пошли провожать. А Ирвин пошел в гостиницу, потому что за ним же следили все-таки. Его же так не могли, чтобы он себе как хочет, куда хочет ходить. Вот, понятно было, он пошел в гостиницу. А Василий Данилович пошел на главпочтам позвонить Иосифу и сказать, что все благополучно. Что побыли тут на собрании, все благополучно. И, значит, идет Василий Данилович, идем мы с Анной вдвоем и Геннадий Яковлев вот с нами. Вот такой вот компанией мы пошли на главпочтам. Он позвонил, сказал Иосифу, что все хорошо, все. Вот и мы выходим. И когда мы только вышли с двери, с этих, видим, стоит машина возле вот этого переговорочного. Вот, открывается дверь, выходит оттуда милиция, обращаются к Василию Даниловичу и говорят, вы сделали шум там, вы, говорит, бутылку разбили на Дерибасовской в магазине, вы там, в общем, что-то, ну, такое вот, что-то такое там. Вы думали, говорят на него, а мы, значит, сами стали, нам бы, конечно, и Геннадий тоже вместе с нами, нам бы, конечно, в разные стороны, все трое и в разные, а мы все трое стали и смотрим, рот открыли и смотрим, что будет дальше. А он потом, помню, как сейчас тут милиционер, а, говорит, вы тоже с ним, давайте вы тоже и всех назначат в машину. Вот, посадили, привезли нас в милицию, ну, что там, ничего у нас нету, такого абсолютно ничего, ладно, только вот эти фотографии оттуда, вот, эту луну, там, и с луной, ну, они как-то, не было никаких сложностей с теми фотографиями, потом отдали или что, я не знаю, не помню. Вот, и записали нас данные паспортные, вот это, где мы, кто где живет и работает, но нам с Анной ничего, а Геннадию в институт сообщили туда, в университет, как раз в конце. И он, и тут вот сообщили ему, что вот его там задерживали и все, и на следующий день или через день делают собрание в университете, решают, что с ним делать. И на то собрание Анна пошла, но она туда внутрь, она не пошла на само собрание, а под дверями стояла, вот. Ну, Анна не такая, как я, она очень такая Анна, везде проныривая, а под дверями слушала ход собрания этого, вот. И там ему задавали вопросы, что вы верите в Бога, там и все, он сказал, что да, верю. Ну, в общем, так вот, и сказали ему, что вы знаете, мы вас, он член партии, вот тогда, мы вас с партии исключаем и диплом, лишаем вас диплома. А он, это Анна слышала все, а он говорит, что вы, говорит, можете меня тут лишить диплома, но вы меня не лишите вечной жизни, царство Божие. И они тогда покрутили у виска, сказали, раз он верит уже в вечную жизнь и в царство, то больше, говорит, с ним нечем. И все, и, в общем, его, значит, прекратили, больше его не трогали. С партии исключили, диплом отобрали. А потом прошло, наверное, недели две или что, его вызвали в университет и отдали ему диплом. Потому что у них порядок такой, они не имеют права сами лишить человека диплома, который уже утвержден, который уже он у него есть. Хорошая советская власть была. Они должны это через Киев сделать. И эти местные, чтобы им не было неприятности, потому что им скажут тогда, что же вы прохлопали, 6 лет учился, вот, верующий, вы не заметили, и все. Вот, что же вы... Так для того, чтобы им не было неприятности, они решили отдать тот диплом. Вынул он его с ящика и говорит, на, и езжай, устраивайся с замужем, не по назначению, а сам место себе. Вот, и он тогда поехал вот к вам-то. Его привезли рижские. Первый раз ко мне рижские привезли. А, ну, да. А вы знаете, как он приехал-то? Нет. Я в это время приготовил, несколько лет готовил материалы М1, М3 было, потом М5, масонство. И архипелаг Булак. Мне нужен был помощник насчитать. Я уже всех своих знакомых перебрал. То малограмотные, то выражения нет, ну, никого никак. Я стал молиться. У меня ответ один. К Богу. Я Надежде Васильевне встал и говорю, я сейчас сон интересный видел. Два человека должны к нам сегодня прийти. Я рассказываю, как не сон, а как должно. Но один из них уйдет, а другой останется. Ну, оба они, над ними вот такая нависшая в горах скала, и они под скалою. Я ей рассказываю, в это время в дверь стучат. Я открываю дверь, двое стоят. Это кто, Геннадий, что ли? Да, один из них Геннадий. Вот это наша первая встреча друг друга, мы увидели. И он зашел, я еще не знал, какой у него голос, как он считает. Но он-то... И мы пошли, там Валя Шитика уже далеко, а он-то историк. Я говорю, вот сейчас обратно мы идем. Я говорю, ну вот это что делается, и Советский Союз, и прочее. Это искусственно слепленный конгломерат, он рассыпется. Это замысел масонов. Говорю, что вы говорите, какие масоны-то? А впереди как раз пивоварка, речка течет. И до нее там идти было метров 150. Я говорю, сейчас до пивоварки пока дойдем, я тебе докажу это. Он опешил так. Когда до пивоварки дошли, он говорит, верю всему, что сказали. Мы исторические данные, имена, фамилии, года, когда это было задумано. Какой базарский съезд был, что Герцель сказал, какой журнал напечатал. Советская литература, даже которой Яковлев тогда был. За ширмой масонству. Там многое что-то. И он поверил. И когда пришли, и он стал читать, я понял, он самый. Какой у него голос. И все это навсегда. И сегодня он все выстроен в интернете. Отца Геннадия. Это Гена Яковлев слушает весь мир сегодня. Кто заходит. И он после говорил, в моей жизни более счастливых дней не было. Это высший подъем, когда мы начитывали трагедию русской церкви и жития святых 20 века. Патриарх и другие, которые расстреляны были, что царя расстреляли. Но впечатление на него это произвело бесконечное. Тем более, когда он читал, в это время я включал музыку подобранную. Там, если все, то это трудно. Музыки нельзя найти. Я познакомился в Краевой библиотеке с архивным фондом у них. И принес им что-то божественное. Меня туда запустили. Я привез аппаратуру из этих дисков. Это на дисках было. Диски называли. Граммофонные пластинки. И с них все это списывал. И когда я себе на магнитофон это переписал, а меня прям запустили во святая Игресса святых. Я там сидел и целыми днями переписывал. А теперь, когда он считал, а я вот там время на микшеры, Гавриилов отец Леша там был, все это сделал. И вот эта запись такая сохранилась. Еврейская музыка. Мне нужно похоронные марши. Особенно... Такого ты никогда не услышишь. ...вы Ифрема Сирина, последнем в суде. Гена, как считать, никто бы так не начитал. Он с таким папостом считал. С таким надрывом буквально. Он там как бы был, видел все. У него воображение сильно развитое. Это вот нас с ним и соединило. И баптисты, которые привезли, они уже уехали без него. Они приехали показать, вот какой человек, адесит, у него суслов дядя, двоюродный дядя. И он обратился. А вдруг он приехал и сразу остался. И баптисты просто были, ну, как говорится, ошеломлены. Как так? Столько с ними ездил, там, комбайнером подходили, они на восток. А здесь пришел полчаса работы, и вся их работа оказалась на втором плане. Главное, он остался. Ну, а дальше все понятно. А дальше он нас, православие. А дальше он уже и к ним. Понятно ты как? А как нас он в православии? А в каком году это произошло, что вы стали православным? В 78-м. В 78-м. Первый раз мы пошли в церковь, это уже 79-й был. Первый раз я в церковь православную с Игнатием Тихоновичем пришла. В Великий четверг было это в собор Успенский, тот у нас в городе. Это для меня был такой знаменательный день, первый в жизни. И зашли мы, он сразу зашел туда в собор и встал на колени. А я думаю, ну раз встал, и я встал. Ну, я встал на колени. А в четверг, это же там 12 раз Евангелие читают. Вот, первый раз я плохо поняла, но я понимала, что это читают Слово Божие, а текст плохо, хоть и знала. Хорошо я Евангелие знала уже тогда, но все равно как-то славянский для меня был язык новый, незнакомый почти что. Вот, я помню, как я, ну, мало, поняла я мало, но мне как-то, мне, вот, я почувствовала, что здесь что-то такое, такое отличие от баптистских собраний. Такое, и все эти... Баптисты родители, она пришла, я. Вот, да, я, еще такая Катя была у меня, подруга. И мы после этого стали ходить в храм, туда в собор. Ну, мы ходили вечером. Утром мы ходили на баптистское собрание, а вечером мы ходили в храм. И я, когда приходила на богослужение, я первое время никак не могла все вот это, ну, как-то понять. Как же, в чем заключается богослужение? Слушай, радуйся, 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 радуйся. Думаю, ну, что такое? А кофесты читают же вечером. Вот. А для меня я никогда не слышала. Первый раз. Думаю, ну, что такое? Ну, все время радуйся и радуйся. А дальше я и не вникала, вот, к кому-то обращение, а что. А потом, когда уже кончится богослужение, выхожу, мне так хорошо, мне так на душе хорошо. Вот ничего не поняла умом. А мне такое у меня, как будто бы я где-то не знаю, где побыла. И я помню, как я так вышла, и возле двери этой Кати говорю, «Катя, ты знаешь, мне так хорошо, хотя бы скорее уже следующее было». А я еще не знала, что каждый день богослужение. Думала так, как у баптистов только раз в воскресенье. Я говорю, «Катя, я хотела скорее уже следующее воскресенье, чтобы снова прийти». Так мне сильно хорошо. А она мне отвечает, «Мне тоже так же хорошо». И вот мы первые где-то, наверное, месяца три, может, или сколько, вот так вот ходили. Утром мы пошли, пойдем на баптистское собрание, а вечером мы приходим в собор и слушаем радуйся, 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 радуйся. И эту радость мы получали. Вот эта радость нам, вот она нас как-то проникала в нашу душу, эту радость. И мы приходили, действительно получившие радость. И так мы начали ходить в храм. А потом мы познакомились с мужилой, вот это вот батюшка, который вы говорите, вот что вы его как-то там немножко знаете, отец Василий. И стали ходить туда, в греческий храм. Вот он нам оказывал внимание, мы подходили к нему, я его все время спрашивала, то то, то то, что это, я вот не понимаю, что это. Он с таким желанием и так хорошо все объяснял, так хорошо иконы, там я его спрашивала, говорю, а что это значит, вот эти иконы, что они там обозначают. Помню, покров Божией Матери, вот покровая. Сама смотрю, смотрю, не могу никак понять, что же это такое значит икона. Вот, помню, я его спросила, он подошел к иконе, все мне объяснил. Вот домой приходил пару раз, ну, в общем, короче, и через него Полищуки тоже, он помог им тоже стать православными. Отец Василий, потом он умер. Прошло время уже там какое-то, вот, и он умер. И так мы, а значит, Агена, и Надий уехал тогда в Барнаул, а потом приехал, но он оттуда с Барнаула, такие писал письма, письма в основном мне были адресованные, адресованные, ну, нам с Анной вдвоем. Ну, такие, что, конечно, если бы не чудо Божье, и не сам Господь, то от этих писем... Он отталкивал их, отталкивал, у него такой стиль, такая речь, такие обвинения против них, баптизма, а сам узнал, у него ревность была, как, сказать, наживая, кинжальная и не по рассуждению. Вот она сейчас рассказывает, вот мы один раз встретились, одно слово сказал я ему, не дошли до моста, он уже обратился. Это невозможный человек, это благодать делает. Это... Вот сейчас меня спрашивают, ну, хорошо, я хотел бы тебе подражать. А один говорит, ну, у тебя, говорит, волчий хвост еще. Ты не можешь подражать, тебе надо обрести свободу во Христе, от всего абсолютно. Меня спрашивают, ну, вот я, допустим, молился, тюрьма, ночь, 70 человек, в затаренном пространстве, дымина, а я один ночью стою на коленях. И мне говорят, вчера ночью 7 человек становились на коленях. Я никому ничего не говорил. Еще не говорил. Как это делается? Ответ один. Моей работы там никакой нету. Совершенно. Это делает Господь. И поэтому я ничего себе приписать в этом не могу. Ни в Иотом обращении, ни в Геннадии, ни в других, кто пришли. Я просто молился и говорил, да будет воля Божия. Ну, конечно, как говорят на руках, молитву надо нести. У меня главное, что было, это показать, что церковь только там, где есть рукоположенное священство. Это у меня главный вопрос. Значит, тогда есть таинство. И оно мнение, что тогда давай завербовать, затащить. Ну, ты сам знаешь, у нас запрещено это делать. Но рассказать я должен был. Пожалуйста. Да. Эти письма у меня. Он переписывал их. И они все у меня в подшивке сегодня. Ой. Ну, конечно. Эти, как все перекрепели, пиши, дивно дела Господи, дивно непостижимо. А потом, вы здесь не были у нас, когда приехали туда. В Великий Четверг вы приехали. И вы так же, как и сегодня, точно, неожиданно. Я на работе была, сижу, пишу людей на рентген. Вот, Гена подходит к окошечку и говорит, здравствуйте. Так неожиданно. И говорит, вот я приехал, вот Игнатий, там стоит в коридоре. И тут наши встречи пошли, тогда потоком. Да, вот, а потом, когда вы... Кого тут только не было. И Даня ваш тут наговорился. Вы ездили туда, в Бендера, он жил в Бендера. И все под запись было. В то время, магнитофон трудно, а я везде съездил с магнитофоном. А с этим, вот Леша ездил с вами еще. Я даже напишу голос неизвестный чей, вы его определили. Леша, Леша. Он там. Вот. А потом в таком положении, вот я теоретически, мы с Анной вот это поняли. Причем интересно, что вы когда объясняли, мы сразу принимали. Ни у нее, ни у Ани, ни у меня не было противоречия. Вот в этом разница. Не было, совершенно. Не было. То есть здесь должна быть четкая схема, какой стих за каким и в каком стихе выйдет главное место и увидеть, по ней увидеть, приняла ли она это. Нет, я не назовываю, заново возвращаюсь через два стиха вперед и опять медленно, опять подвожу, но уже с другой высоты. И они все это приняли. Все приняли сразу. Крест, Гену снял крестик и у меня его вот так вот одел. Я тут же сразу, я пришла домой, я с этой беседой уже с крестиком, а родители же против были. Я только зашла, я пришла уже поздно. Мама спрашивает, где была. Ну, была у Ани там. А вы уже с ней беседовали до этого у меня дома. Она уже знала, что православные приехали. И она один вопрос только задала. Ты уже, наверное, и крест одела? Надо же! Она у меня свитерок вот так вот был, не было видно. И ни этой веревочки, ни цепочки, ничего, ни крестика, ничего. Материнское сердце. Вот так вот, все закрыто полностью, все было закрыто. Она первый, один вопрос задала. Ты уже, наверное, и крест одела? Я говорю, да, одела. А потом, конечно, сильно родители меня прижимали, но ничего так. И все это позади? Да, конечно, да, что-то. Все это, конечно. Анна-то, наверное, задержалась или не придет? Поздно уже совсем. Нет, она уходит любое время. Может, позвонить ей? Позвони, попробуй. А нужны эти молитвы? Ну, молитвы нужны, конечно. Это уже наше, это уже наше. А можно задать вопрос, а почему нужны? Вопрос, а почему нужны ночные молитвы? Ну, в первую очередь, потому что ночь дана не для сна, только Павел, это Златоуст говорит, но для слез и молитвы. Как росой обмываются травы, так человек обмывается слезами. Второе. Ночью много совершается преступлений. Много. И нужны молитвы, чтобы Господь уравновесил это все. Далее. Даже Златоуст говорит, ребенка, самого малого, подними на молитву другую ночью, если не сейчас, то когда? Павел говорит, в день и ночь. И ночью Павел что делал? Воспевал с силою. Воспевал, и тюрьма поколебалась. Это ночью было. И когда читаем про Анну, говорит, она в день и ночь служила Богу. И все время вспоминает день и ночь. Вот у меня бывает так, редко очень. Я не говорю про путешествия. Но что-то такое было в нем. До того устала, и я лег, и даже не проснулся. Это настолько редко. Но я себя, может быть, настроил на это. Я не огорчаюсь этим. Молитвы не было. Я встаю, благодарю Господи. Благодарю Тебя, что Ты сегодня меня не поднял. Я успел отдохнуть. То есть для меня Бог это радость, это друг. Я никогда себя в ущербе и не чувствую. Да, я избранник. Меня с детства Бог избрал, когда другие бегали, прыгали, а я только прислушивался, как к голосу неба. Считать-то нечего было. Я по природе учился. Вот эти гнезда, птиц, что она рассказывает, зверюшки разные. И когда никто не видел, я где-то скрывался и молился тому, кто все это сотворил. Уже учился в техникуме, помню, на практике в горах были, строили лесопильные там заводы. И все спят. Меня как-то ночью по ними, часа в два. Я выйду и иду. Тайга вокруг, а вот так вот ели. А елки последние сучки до самой земли, до снега. Я на этих коленках остановился и молился тому, кто сотворил эти звезды. Не знаю ни имя его. Но и что интересно, вот бывает человек, я хожу в храм, и этого мне достаточно. Мне этого было недостаточно. Я абсолютно точно знал, что я умру и буду в аду. Вот Бог на сердце полагал, почему я не знал о жертве Христа ничего. Не слышал, что за меня Христос умер. А зачем молился? Мне облегчение было. И я молиться буду за... Нас не папа, а тетя звали. И за маму, когда они умрут. А мне спасения нет. Хотя что люди делают, мои сверстники, я не делал, я боялся греха. Но я не знал о жертве Господне. И когда человек сегодня отходит, как попало, и он что-то надеется получить, я понимаю, это совесть сожженная. Вот меня совесть не обманывала. Никогда. Я точно знал, я буду в аду. Рай есть, но рай это для святых, а мне ад. До момента 27 сентября 1962 года в 17.00, когда я склонился и сказал, верю, ты умер за меня. Это в доме 50-ти кабаптистов. Тогда они объединены были. Этот день самый памятный в моей жизни. Началась новая жизнь. Сразу же. И началось свидетельство. Я уже через три, с полной месяца, я Библию уже знал, уже на кафедре проповедовал. А когда сегодня, да я недавно обратился, четыре года, четыре года, я тебе называю цифру три с половиной, на корабле. Там некогда считать, я уже Библию знал. Исходя на берег, уже у баптистов проповедовал с кафедры. Это избрание. Это избрание дает, ну, может быть, для людей непонятно, иное зрение, иное ведение. То есть ты знаешь, где молчать, где можешь говорить, где посочувствовать. Вот она рассказывает, ты ухватил самый момент. Как она откликалась, или гена. Вдруг я вижу, сон, не сон. Я рассказываю Надежде Васильевну, и в это время стук, одновременно, я не могу его не принять, он от Бога. Два человека, и остается один, а другой уходит. И именно так тут же разыгрывается весь ответ. И он остается. И он остается. Это диво Божие. Вот мы сейчас, когда молимся, в конце мы всегда поднимаем руки и вопием к Богу. Господи, благодарим Тебя за милости, какие были. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. И просим, Господи, услыши молитвы всех, кто молится о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, кто заповедовал нам молиться о них. И тогда молча стоим и говорим, Господи, говори, слушай ты, слышь, это раб твой. И какое-то время мы молча стоим, прислушивая, что Бог положит на сердце. Это даже в пути, в дороге мы едем и поднимаем руки. Это кто-то налил кому-то. Это вам. На ночь многовато будет, это слишком полное. Давай-ка, Виктор. Ночью, в определенное время или в разное время? Это Господь. Пока тут. Сейчас я дорогой, я на часы не могу посмотреть. А вот в тюрьме, допустим, был я, до одной минуты точно смогли часы сверять. Это Господь делает, ангел-хранитель. И когда спрашиваем, а ваше самое большое желание было, когда в тюрьму были, какое? Я только об одном молился, не отними духа молитвы. У меня баптисты спрашивали, что это такое? Не знаю. И вот охранники с обратной стороны, а там в дверях глазок. И вот я лег, рука даже не пошевелилась, они готовы заметить. Вот сейчас стрелка коснется. Вот сейчас он поднимется. В это время я встаю. А там все время свет горит, часов нету. Я вот встал, все, я уже на молитву приготовил себя и два часа утренняя молитва. И каждый день я раз, четыре-пять становился по полтора часа примерно молитву. Это дар Божий, дар великий, неоценимый. его, ну и навыком. Вот допустим, я лег, а мне холодно. Я не, ну, помните, холодно где-то. Это не причина. Я должен сесть, укутаться и молча проставить Бога. А бывает так. Проснулся, начинаю считать молитву или вечером, я заснул, опять вздрогнул, опять сейчас. Третий, тогда уже становлюсь. То есть я все время организм держу на таком натяге. Ну, только спотнулся, упал, я уже сплю. У меня сестра замечала, сколько я засыпаю. Вот она ложится, сна нету, я ложусь. Она смотрит, ну сколько, 17-18 секунд. Я уже мертвым сном, полностью отключенный. я считал, как это делается. Такие, как он, Наполеон, остается, говорит, полчаса до сражения, он мгновенно заснул, все, началось сражение совершенно. Это Господь дает. Когда я знаю, для чего это нужно. Мы все время молимся. Вот выезжаем из города, где в библиотеке были всегда 7 минут, молитвы, 3 святые и 100 поклонов. Но в дороге мы не можем, мы просто у меня щетки. Люди, которые молятся, они понимают, о чем я говорю. А другому я сказал, а зачем это нужно. А Павел говорит, постоянно в бдении. Бдение, это бодрствование от сна. А вот такой еще вопрос. А как вам пришло, ну как сказать, молитвенное правило? То есть, ну вот вы говорите, два часа. Вот меня иногда спрашивают, почему вот утром стоим 4.40. А почему не в полпятого? Почему не в пять? Вот этот вопрос, мне не ответить. Он просто, мне пришло это, и я встал 4.40. А почему ты решил? Я отвечаю, не знаю. Начал 4.30, стою, ну и вставай. И вдруг я нахожу это правило в 4.40 у Марии Терезы. Вы говорят, Нобелевская премия, которая по Индии везде строила. Проходит еще время, я еще читаю другого, там, Францисса Сийский, 4.40, примерз. Почему что-то в этой цифре есть, но я не знаю. Но меня именно в это время как избранник Божий, Бог стал поднимать в это время, ангел. Именно 4.40. Это надо над собой работать. Помню, у меня мама была, я в это время начитывал, работал. она просыпается, а сколько время? 12. Так ты не ложился спать, сынок? Нет. А вставать 4.40. Сейчас она просыпается, ты еще не ложился? Да нет еще. То есть у меня сон дошел два с половиной часа за сутки, чтобы. Я дальше попробовал, чувствую, нет. Дальше это не мое. Другие они, как Иларион Великий, один час могли, я не мог. Ну, чем заняться? И вдруг я нахожу это правило не у кого-то, а у Елизарова, Костика, Костик, который наращивает. Проходит время, я нахожу у Леонардо да Венчи. Сон должен быть прерывистый, а не так, что я лег и рот корытым. Проспал сейчас, 2 часа, 3 часа, не выспался. А ты сделай так, вот, если ты лег, ну, максимально пока, полчаса, начинаешь, так я еще хочу спать. Через 3 часа ляжешь еще, и вот эти полчаса, 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 у тебя наберется 2,5 часа, пока тебе остановись, дальше не иди. А почему 2,5 часа? Не знаю, мой опыт подсказал. Дальше не каждому. Ну, а ты мог бы больше? Не знаю, я не пытался, я понял, мне этого достаточно. То есть, я никогда не хватался за то, не буду есть неделю или не буду спать 3 дня, нет, я шел с середины, называется золотой путь. Середина, не перебрать. Вот иногда мне вот это написал, Марьясом заехать, я вчера слушал ваш голос по радио и смотрел по Евангелию, я уже в полпятого лег спать, а уже в 6 на работу, я спать не хочу, он дальнобойщик. Я говорю, Александр, этого не делай, ты за рулем. ложись, полновесный полновесный сон, сколько надо тебе, 6-7, а постепенно, по 10 минут, там убирай, тогда будет видно. Я никогда не хватал, как эти евреи у них здесь были, а отец Андрей говорит, их прям за ноги сдергивать надо, они живьем, говорит, лезут, каждый день прийти.